Здравствуйте, Сирелли Айна Китснэш. Я здесь ультаву циампим хоскакатэм Руссэрэно. Мы здесь сегодня собрались не просто так, не для галочки. Мы собрались здесь, потому что это наша позиция принципиальная, что Россия и Армения стратегические союзники, и мы должны перестать к этой фразе относиться, как просто к фразе, зафиксированной в каких-то документах. Мы должны понимать всю глубину этой фразы, да? Россия и Армения вместе противостояли общему врагу, но как минимум 300 лет, если еще хорошо копнуть, можно даже и уйти дальше в историю. Это раз. Во-вторых, подло, я считаю, подло со стороны армянских властей знать, что будет нападение, ничего не сделать, и потом попытаться свалить все это на стратегического союзника, но мы этому уже не удивляемся, да? К сожалению, в Армении сейчас такая власть. Мы хотим выразить свою, повторюсь, принципиальную позицию, что ни в коем случае мы не должны позволять, чтобы различные непонятного происхождения элементы поднимали здесь вопрос о выходе из ОДКП, о еще разрыве каких-то там документов, которые подписаны межгосударственные между Арменией и Россией. И вообще вся вот эта ересь, по-моему, должна быть выкорчевана в нашей стране с корнем раз и навсегда. Нам не нужны здесь вот эти вот разборки, приезжают когда сюда украинцы, которых мы здесь принимаем, потому что мы знаем, что такое война, и мы их принимаем на нашей земле, потому что нам не все равно, мы не хотим, чтобы умирали люди, неважно какой национальности. Но вы приезжаете сюда, вы здесь ведите себя как гости. И не надо здесь разжигать межнациональную рознь, потому что у Армении и с Россией все нормально было, есть и будет всегда. Поэтому все это временные трудности, которые наши страны, я уверена, преодолеют. Наш союз нерушимый, союз двух братских народов. Даже с учетом того, что Россия многонациональная страна, у нас все будет хорошо, я в это верю, но мы должны не допускать, чтобы здесь в нашей стране разжигалась ненависть к российскому народу, к России как стране и как стратегическому союзнику. Посему наш союз и на бумаге, и в действительности будет продолжать существовать, независимо от того, кому это нравится или не нравится. Вот столько сегодня.